В Москве стартовала международная выставка «Продэкспо» среди участников и предприятия «Чуваши». Производители республики демонстрируют потенциальным заказчикам экспортный потенциал. Подробности у Дмитрия Ковалева. На голодный желудок на эту выставку лучше не приходить. Соблазн продегустировать экспонаты предприятий слишком велик. Здесь и местные деликатесы, и товары для здорового питания. «Продэкспо» собирает вместе производителей напитков и продуктов со всего мира. В одном из самых крупных выставочных центров Москвы заняты все павильоны. В этом году среди участников форума «Продэкспо» более 2,5 тысяч предприятий из 70 стран. Многие производители именно здесь представляют новинки, которые планируют в ближайшее время отправить в торговые сети. Задача предприятий – наладить взаимовыгодные контакты. И очень важно, что здесь присутствует шесть предприятий Чувашской республики. И надо сказать, что они очень широко представлены, с большим ассортиментом продукции. И используются большим спросом интересов. Экологически чистая территория, хорошая продукция – это наше преимущество сегодня. То, что производится без ГМО, на хороших чистых полях. Предприятия республики ориентированы на экспорт. В этом году крупная кондитерская фабрика региона может наладить прямые поставки в Китай. С партнерами из Поднебесной уже проведены деловые переговоры. Из Бурга Чуваши – это для нас очень интересное место. И вообще мы выделяем очень большое внимание именно на российские продукты. Нам очень нравятся российские вафли и конфеты. Вообще это сладости. Просто немножко сладкие, слаще для китайцев. Но мы, как я говорил раньше, мы все эти моменты решим. А на Запад уже поставляют чувашский квас. Подобные выставки как раз и помогают производителям заявить о своей продукции на весь мир. У предприятий республики большой экспортный потенциал. География продаж растет каждый год. Буквально, скажем, в прошлом году ребята мне скинули с Америки, с Нью-Йорка, что наш квас там присутствует. Правда, конечно, не мы напрямую это отправляли, а отправляли наши дистрибьюторы, партнеры. Выставка про ТЭКСП – это, во-первых, планирование, хочу сказать. Потому что на этой выставке мы встречаемся с нашими партнерами, прописываем планы, подтверждаем, какие заявки, какие там есть предложения. Ключевые темы деловой программы – развитие рынка органической продукции и подготовка к весеннеполевым работам, от которых и зависит продовольственная безопасность регионов страны. Господдержка агропромышленного комплекса выходит на первый план. Среди задач, обозначенных временно исполняющим обязанности главы республики, наращивать темпы известкования почв. 90% затрат возместят из федерального бюджета. А вот видение, за какой срок мы можем, за счет тех средств, которые у нас есть, реализовать известкование с тем, чтобы эти земли, ну, как бы, соответствовали современным стандартам производства соответствующих агротехнических работ. В целом, вот эти 189 тысяч гектаров мы разделили на 5 лет. Тогда соглашаемся, коллеги? В правительстве республики намерены увеличивать объемы экспортных поставок сельхозпродукции за рубеж. Это один из пунктов программы ускоренного развития республики, реализацию которой временно исполняющие обязанности главы региона обсудят в Москве. Прежде всего, хотел бы выделить эту предстоящую встречу с министром промышленности Российской Федерации Мантуровым Денисом Валентиновичем, куратором нашей республики по программе социально-экономическое развитие. Итоги выставки Протэкспо подведут на этой неделе. Предприятия Чувашии рассчитывают заключить многомиллионные контракты. Дмитрий Ковалев и Андрей Шоклев. Республика из Москвы. Продолжение следует...